Группа Любе, Олег Газманов и Шаман – эталонные путинисты. А потому неудивительно, что Кремль решил включить их творчество в школьную программу. По словам депутата Госдумы Колунова, идею якобы подали дети и жены участника войны России против Украины. Правда, россияне в социальных сетях инициативу больше ругают, чем хвалят. Других же проблем в стране нет. Это же самое главное – заниматься патриотизмом, а могли бы вести уроки полового воспитания и опасности ВИЧ. Сравнили Глинку и Шамана. Что не так с этой страной? Все, что в школе прививается насильно, гарантированно в юношестве приведет к отторжению. Из комментариев в российской соцсети. Кремлевская пропаганда давно проникла в российские школы, детские сады и университеты. Трансформируют не только уроки истории или музыки. В следующем учебном году ОБЖ переименуют в основы безопасности и защиты Родины. Учебную программу нового предмета помогают составлять сотрудники Минобороны России и МЧС. Школьники будут изучать оружие, средства индивидуальной защиты и правила обращения с ними, строевую подготовку и воинское приветствие, а также сборку и управление беспилотником. «Я старалась давать им реально полезные знания, как защитить свое репродуктивное здоровье, как не попасть на уловки мошенников, которые разводят на деньги. Мой предмет – это про жизнь, про безопасность, а защита Родины и НВП в сегодняшней ситуации – ну, как будто бы уже не очень». Учитель ОБЖ на условиях анонимности в интервью изданию «Верстка». Путинскую версию истории теперь тоже изучают российские школьники. Методичкой послужило интервью Путина Карлсону. Так, в регионах России с 11 марта 2024 года устраивают игру под названием «От Руси к России». Сначала ученики смотрят фрагменты интервью Путина, а потом отвечают на вопросы. Вопросы разбиты на блоки о первоначальном значении слова «украинец», о вхождении нынешних украинских земель в состав России и так далее. Например, у детей спрашивают, от какого слова произошло слово «украинец», какой вариант ответа нельзя отнести к слову «украинец» в XIII веке. Пограничный стражник, живущий у края, житель приграничной земли. Также детей заставляют учить страны, где произошли цветные революции. Из публикации в телеграм-канале «7 на 7» «Горизонтальная Россия». Кремлевская пропаганда не оставляет в покое самых маленьких россиян. В детском саду «Росинка» в Мурманской области провели так называемые выборы, в которых, естественно, победил Путин. Фейковые выборы организовали для детей 5-6 лет. Для этого им раздали паспорта и бюллетени. Если мы говорим про детей в детском саду, лет до 7 ребенок вообще верит взрослому безоговорочно. Это довольно ужасно. Потому что лет до 7 мы, взрослые, с ребенком можем сделать все, что угодно. Ребенок не думает, что взрослый может хотеть ему зла, что взрослый может ошибаться. И с этим связано огромное количество манипуляций и огромное количество вообще гадостей. С 1 сентября 2023 года российские школы перешли на единые федеральные основные образовательные программы по шести предметам. Под них разрабатывают и новые обязательные для всех учебники. Один такой презентовали в августе 2023-го. В новое пособие по истории добавили целый раздел о так называемой спецоперации. Этот учебник историки назвали энциклопедией пропагандистских штампов. Юлия Грановская для телеканала Freedom.